МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! На ваших экранах очередной выпуск программы Кинофрэш, посмотрев который, вы узнаете все о таких картинах, как Ледокол и Кубо. Легенда о самурае. А также завершающая часть нашей поездки на Комикфон Раша 2016. С вами программа Кинофрэш, и мы начинаем. Меня зовут Кубо, и я главный мамин защитник. Расскажи мне про отца. Он был настоящим самураем. Сильным и красивым, как ты. Ладно тебе. Мой особый дар – слагать легенды. Если хотите моргнуть, сделайте это сейчас. О величайших сражениях, воинах и монстрах. Но я и представить не мог, что все мои истории реальны. Кубо, мы искали тебя так долго. Студия Лайка существует уже 11 лет, однако фильмы выпускают крайне редко. Все дело в том, что они единственные в мире выпускают полуметражные фильмы в традиционной кукольной анимации. Мы уже насладились лунной девочкой, Каролиной, Паранорманом и семейкой монстров. А на этой неделе нас ждет Кубо «Легенда о самурае». Кубо – наследник великого рода, но когда возвратились духи прошлого, жаждущие мести, на его защиту отважилась встать лишь странная парочка хранителей. И теперь для Кубо единственный шанс на спасение – найти магические доспехи отца, легендарного самурая. Ныне я буду сопровождать тебя. Ты кем себя возомнил? Стрельба из лука как-то не особо... Впечатляет. Впервые держу в руках эту штуку. За режиссуру фильма отвечает президент Лайка Энтертеймент Трэвис Найт, для которого это первый опыт в качестве постановщика. К слову, он является сыном основателя компании «Найк». Ну а озвучили картину в оригинале такие актеры, как Арт Паркинсон, Шарлиз Терон, Руни Мара, Рэй Файнс, Мэтью МакКонахи и Херри Кираюки Тагава, также известные как Пантелеймон. Ты становишься могущественнее. Научись контролировать свои способности. Ничего не трогай. Это он. Я разберусь. Беру слова обратно. Легенда о самурае имеет невероятно высокие оценки как у критиков, так и у зрителей. Ее называют основным претендентом на получение премии «Оскар» в категории «Лучший полнометражный анимационный фильм». Но на самом деле это трогательная семейная сказка о пути и взрослении. И если вы, как и я, являетесь ценителем настоящей кукольной анимации, то каждый проект студии «Лайка» для вас большой праздник, который в этом году наступает с 20 октября. Следуй за судьбой, Кубо. Ты способен переписать эту историю. Кубо. Легенда о самурае. Тебе помочь? Нет, я сам. Да, давай. Я сажаю алюминиевые огурцы. Вперед смотри. Главная российская премьера недели это ледокол Николая Хомерики. Айсберг прямо по курсу. 1985 год. Антарктида. Сняв полярников с исследовательской станции, ледокол Михаил Громов пробивается сквозь льды на пути к базе. Однако огромный айсберг путает команде корабля все карты. Начинаем движение. За нами, возможно, айсберг идет. Последние несколько лет в российском кино наметилась интересная тенденция. Молодые режиссеры, на которых возлагали большие надежды, переходят из независимого кино в мейнстрим. Они снимают сериалы для центральных каналов и высокобюджетное развлекательное кино. Одним из таких режиссеров стал Николай Хомерики, постановщик сказки про темноту, дорос до 10-миллионного проекта. У меня муж, но Михаиле Громов. Вы серьезно думаете, что за нами кого-то отправят? Либо он признает свою вину, либо вы пропадете. Я думаю, нам надо вместе решать, как отсюда выбраться. Я решу. Главной роли здесь исполнила целая плеяда российских звезд. Петр Федоров, Александр Яценко, Сергей Пускепалис, Анна Михалкова, Александр Паль и многие другие. Бегом от телеграфа! Бегом от телеграфа! Я люблю тебя, слышишь? Картина основана на реальных событиях, и несмотря на многообещающую тему, не ждите от нее большого количества экшена. Скорее, это психологическая драма, которую, впрочем, многие ценят гораздо выше всяких спецэффектов. Ледокол уже в кино. Всем с балубы, выкрытие! Дорогие друзья, на ваших экранах заключительная часть отчета о поездке программы Кинофрэш на конвент Комик-Кон Раша 2016, в которой вас ждет еще больше эксклюзивного, вкусного и интересного. Что это за место? Это такой закрытый павильон, который посвящен выходу фильма Assassin's Creed. Видим, что здесь ходят множество персонажей из игр серии, но из других тоже записались. Я, например, видел Кенши из Mortal Kombat, а также с одной стороны панели можно поиграть в игру Assassin's Creed Syndicate. Думаю, для всех фанатов это будет приятное дополнение к выставке фильма. Мы действуем во тьме, чтобы служить свету. Мы убийцы. Здесь у нас стенд-фильму о монстр-траке, где стоит такой прекрасный, зрелищный автомобиль. Точная копия практически, которая будет в фильме. Здесь у нас монстр, который своими очень мягкими щупальцами-подушками привлекает зрителей всех возрастов, которые так посмотрят на автомобиль и заходят потом в кино сказать. Надеюсь, они были при 100 кудах. Погнали! Друзья, Comic-Con Russia возник всего несколько лет назад, а вот Игромир существует уже не первый год, и прямо за мной творится что-то невероятное, потому что количество людей, присутствующих на стендах Игромира, в несколько раз больше, чем на Комик-коне, что, в общем-то, неудивительно, ведь Игроманов почему-то в наше время больше, чем Киноманов или, например, Убителей комиксов. Я встретил, ну, очень, очень брутальных людей, головореза, лоба, и мы уже снимали Бэтмена в его броне против Супермена, но здесь, наверное, мой любимый костюм из фильма «На зарез справедливости». Как его правильно назвать? Костюм сна? Называется либо постапокалиптический вариант, либо дизерт Бэтмен, песчаный Бэтмен. То есть он вам визуально приглянулся? Да, он самый суровый на вид. И показывает то, что герой, который уже потерял все, в боюзанном очень костюме, но он все равно идет вперед. В общем, мы, как и в прошлом году, к сожалению, не встретили, а вот в позапрошлом виделись уже с Сергеем Кармельцином, который известен как Виджей Хоббит, известен сейчас поколению интернета, но мы это с вами помним, что в 2007-2008, даже раньше, еще фанаты группы «Инвектива», они живы, они есть? Ну, я думаю, что они уже стали взрослыми, серьезными людьми, которые работают уже в серьезных компаниях. советники-президенты, я уверен, наши поклонники, ну, множество. Слушай, у меня только одна песня «Сигнал 13» есть в плейлисте, поэтому я не очень серьезный человек, то есть если бы у меня было побольше... «Сигнал 13» — это такая песня, с которой, естественно, множество разных приключений в моей жизни, и я не готов ее слушать вообще после этого. Ну, человек, что ты тупишь? Конечно, я бы заговорил всех мусорентов «Нахрен!» Чертую мандер, нахрен! Че бы не нужны? В последнее время вот на Комик-коне, что в России, что в США, например, больше времени уделяется фильмом и сериалом. Как ты думаешь, это хорошо или плохо? Ну, что? Ну, когда фильмы не фильмы Сарика Андреасяна и не... А они здесь будут? А, конечно, здесь он представлял свой фильм, по-моему, если я ошибаюсь. Не, он завтра будет. У нас просто в России нету, к сожалению, фильмов каких-нибудь... Вот сейчас вот «Бабл» снимает фильм по «Майору Груму», может, тут еще нормальный снимут. Бондарчук там вроде что-то снял, но я не уверен, что это нормально, как бы. Ну, я против Бондарчука ничего не имею, реально. Вот, и, кстати, если вы не были на презентации «Диснеи», вы не были? Были. Были? То есть вы видели трейлер «Стражи Галактики»? Да, да, да. Ну, пожалуйста, это волшебно было. Восторг был. Приятно встречать людей, которым культура не безразлична. Следите... Уфа еще. Не безразлична Уфа, опять же. Уфа этого... Уфа, Уфа, Уфа. Да, и обязательно следите за новыми шоу Сергея, а.к. Виджей Хоббит. Я тащусь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Комиксов «Каламбур», люди, которых я здесь третий год надеялся встретить и встретил только сейчас. Здравствуйте, друзья. Вы сегодня разговариваете или своими фирменными звуками общаетесь? Нет, сегодня мы разговариваем. Да? Да, вы. А почему вы выбрали эти образы? Такие оригинальные, такие крутые. Это получилось довольно спонтанно, и нам показалось, что это будет просто бомба. И один вопрос, самый важный. Где медведь и пчела? А скажите, у вас именно образ Тора-женщины или Тора-мужчины в женской версии, если я правильно понял? У меня Джейн Фостер. Джейн Фостер, да? Да и только без маски. Ну, у меня просто оригинал-версия, я решила, что мне такой доспех больше нравится. Сама придумала. А кто атаковал, что остались такие шрамы? Я сражалась с Волкалаком. С Волкалаком? Да. Ну, я думаю, это была битва, в которой он явно не вышел победителем. Конечно, не вышел. Его же здесь нет. Я дал тебе слово, что я вернусь. Разумеется, главный официальный российский конвент комиксов не мог обойти стороной первый российский фильм о супергероях «Защитники», который сначала вышел представить генеральный директор компании «Каро Премьер» и актер дубляжа Алексей Рязанцев. Вы знаете, очень приятно, что на этих площадях очень много фильмов. Безусловно, пока лидеров нашего проката из самых серьезных межерских студий Голливуда, и 20-й век Фокс, и Warner Bros., и Sony, и Marvel, все представляют здесь свою продукцию. Но также приятно, что сегодня здесь есть замечательные русские фильмы, российские фильмы, которые могут уже и должны конкурировать с этими замечательными фильмами от межеров на наших киноэкранах. И мне очень приятно, как прокатчику фильма «Защитники», первый комикс в России, представлять его здесь в самом начале нашей презентации. После чего на сцене появился режиссер фильма «Великий и ужасный Сарик Андреасян» вместе со своей командой «Защитников». Поднимите, пожалуйста, левую руку, друзья. Пожалуйста, ради меня поднимите левую руку. А теперь поднимите правую, пожалуйста, все. И поаплодируйте сами себе. Спасибо вам большое, что вы здесь. Большое вам спасибо, потому что все это ради вас, ребята. Без вас мы никто. Все эти фильмы снимаются ради вас. И это кино в первую очередь, ребята, ради вас. Спасибо вам большое. Поаплодируйте мне еще раз, это эгоизм, мне это нужно. Абсолютно верно. Эти люди – наша единственная надежда. Друзья мои, вот они перед вами. Можете оскорблять их, можете кидать в нас помидоры. Мы здесь. Человек-кумыс, человек-шашлык, человек-зверь и просто красивая женщина. Лер. Хан. Артюс. Хочешь знать, кто это сделал с тобой? Пошли с нами. Друзья, здесь на выставке появилась прекрасная возможность задать пару вопросов Алексею Рязанцеву, человеку, который непосредственно сейчас представлял картину «Защитники», будет сниматься ее прокатом. И, конечно, вам, дорогие зрители, известен как выдающийся актер дубляжа. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, кому первоначально принадлежит идея проекта «Защитники»? Вы знаете, я думаю, что это был некий собирательный, да, так сказать, месседж, желание сделать нечто, что отвлекло бы от уже привычных нам комиксов, которые делает и штампует Голливуд уже достаточно большое время, и показать то, что в той плоскости, да, интереса молодежи, которая располагает к этим фильмам, мы можем сделать не хуже. И, конечно же, все мы знаем, где иногда реакции на «Капитан Америка», да, или на, там, «Бэтмена», когда, ну, возникает некое чувство, ну, да, нет, нет, дело в том, что, ну, неужели мы не можем, так сказать, сделать так, неужели у нас нет наших героев, помимо Ильи Муромца, Алеши Поповича и Никиты Добрынча, да. Близость наших героев, я уверен, вызовет интерес, и мы это почувствовали на презентации на самом деле, вызовет интерес у большей части молодых зрителей, ради которых это делается. Друзья, с каждым годом на Comic-Con Russia все больше российских проектов, что не может не радовать. Индустрия растет, и вот прямо за моей спиной большой стенд, посвященный фильму «Викинг», который выйдет на экраны под Новый год, в главных ролях здесь Данила Козловский, куда уж без него Александр Бортич, Максим Суханов и многие другие. Думаю, стенд, где разные, разного рода брутальные мужчины машут мячами, привлекает женскую аудиторию, и под Новый год вы не останетесь равнодушными. Одной из самых значительных российских презентаций стало представление исторического блокбастера «Викинг», на которое приехали продюсер Константин Эрнст и режиссер Андрей Кравчук. Мы приглашаем вас в декабре в кинозалы. Мы хотим показать вам историю, которая называется «Викинг». Там существуют викинги, хотя это имя, которым называют главного героя, который, несмотря на то, что из урода Рюриковича, конечно, не викинг, это подлинная история, непридуманная. Мы единственным первоисточником, которым мы пользовались, это повесть временных лет. И помимо хорошей актерской игры, каскадерских трюков, классной съемки, крутых декораций, которых вы давно не видели, в том числе и нечасто видите в голливудском кино, мы за это отвечаем, вы можете, не читая повести временных лет, которые мало кто читал, будем говорить друг с другом честно, узнать, откуда, собственно, мы все произошли. И чтобы, в общем, ребята, которые редко читают большие толстые книжки, могли на вопрос «Ты русский? Откуда ты, собственно, взялся?» Спокойно и внятно ответить. Мы работали над ним 7 лет, и сделать такой большой проект, это практически сопоставимо, наверное, с тем, как построить космический корабль. Около тысячи человек работали вместе со мной, включая и каскадеров, и артистов, и архитекторов, художников, людей, которые живут костюмы. На самом деле, мне кажется, у нас получилась потрясающая картина. Как вам такие мероприятия, когда фильмы презентуют непосредственно уже зрителю? Ну, это всегда возможность, это всегда здорово. Всегда здорово иметь возможность видеть глаза людей, ради которых ты делал этот фильм. Ты делаешь фильм не ради того, чтобы потом сидеть одному и смотреть его либо на экране, либо по телевизору, а ради того, чтобы пришло в зал несколько сотен человек, чтобы они плакали, смеялись и так далее. А здесь, на Комик-коне, мы видим молодую аудиторию. Это люди, которые, ну, и составляют, что ли, ядро кинозрителей. Поэтому почувствовать их энергию, увидеть их глаза, почувствовать, что ли, какой-то общий ритр с ними для нас очень важно. Кино выйдет в двух версиях. 12+, для того, чтобы можно было пойти с детьми. И взрослая версия 18+. Когда мы посмотрели первый вариант монтажа, то стало понятно, что это даже может быть не 18+, а 21+. А при таком бюджете и теме мы понимаем, что очень важно, чтобы люди, как можно больше количества людей, по кто посмотреть. Пожалуй, главным и самым ожидаемым гостем выставки стал актер Нейтан Филлион, в первую очередь известный как «Капитан Малкольм» из сериала «Светлячок» и фильма «Миссия Сиренити» и «Ричард Кассел» из одноименного сериала. Детектив Кассел всем подразделениям. Подкрепления не надо. Засранец только мой. Как только актер поднялся на сцену, зал взорвался аплодисментами и не хотел отпускать звезду до самого конца выступления. Я говорю «Нейтан». Русские говорят «Натан». Но можно называть просто «Ваше Величество». Ты сумасшедший. Вы хотите знать про «Стражей Галактики 2»? Когда тебе звонит Джеймс Ганн и спрашивают, «Ты хочешь быть в «Стражах Галактики 2»?» Ты отвечаешь «Да, да, конечно». Когда он говорит «Но ты должен молчать об этом?» Ты отвечаешь «Да, хорошо». Вот умеешь ты в душу нагадить. Недавно, когда я был на съемках «Стражей Галактики 2», мне дали парик с очень длинными волосами. Очень-очень длинными волосами. Джеймс Ганн сидел и смотрел свой монитор. Я подошел к монитору и притворился, что чиню его. Прошло секунд 30. Джеймс, наконец, говорит «Что с ним не так?» «Ничего», — ответил я. Он долго-долго смотрел на меня, пока, наконец, не узнал. Это фальшивый смех. Настоящий! Знаете что? Кассел может делать много крутых вещей, но капитан Малкольм Рейнольдс может летать на космических кораблях, стрелять из пушек и кататься на лошадях. Это немного веселее. Если я захочу тебя убить, ты будешь трезвой, бодрой, и у тебя будет оружие. По-моему, во втором сезоне Ричард Кассел был одет как Малкольм Рейнольдс. Так что, я думаю, можно честно сказать, что Ричард Кассел является фанатом светлячка. «И что это должно изображать?» «Космического ковбоя». «Так, А. В космосе нет коров. Б. Ты же вроде его носил лет пять назад». «И что?» «Не пора ли двигаться дальше?» «А мне нравится». «Я думаю, Кассел с удовольствием занял бы место капитана. До тех пор пока бы не понял, как много работы это предполагает». «А вот это неправда». «Это зависит от того, чем вы, ребята, собираетесь заняться, провести хорошо время или прикончить пару наркодилеров». «Тогда Ричард Кассел. Ненененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененен Шоном Майером. Нас было пятеро, если считать меня. И на свадьбе моего друга мы встретили Джосса Уидона, Джину Торрес, Алана Тьюдика. Это было очень здорово, собраться всем вместе. Мы очень-очень любим друг друга. Каждый раз, когда я тусуюсь с этими ребятами, это... Возможно, нам удастся увидеть того, кто стоит за всем этим. Мы полетим. Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Вот и Комик Кон Раша 2016 подходит к концу. Возвращаться в Уфу мы будем в хорошем настроении и с желанием вернуться сюда на будущий год, чтобы посмотреть, чем же нас опять сможет удивить Комик Кон Раша. Вступайте в нашу группу ВКонтакте и подписывайтесь на канал Вимео. С вами была программа Кинофрэш. Увидимся в кино. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!